Легкая атлетика Казанский федеральный. Поэтому каждая победа сейчас на вес золота. Это был первый старт у меня после сборов, поэтому на что я готова я вообще не знала. В принципе, до личного рекорда чуть-чуть, поэтому в целом я довольна. Я знаю о ожесточенной борьбе между Академией и КФУ, поэтому хорошо выступить было даже делом чести для своего университета. Победный почин Юлии поддержали и ее товарищи по сборной университета. Каждый выложился на дорожке и в секторе по максимуму, несмотря на начало сезона, старые травмы и даже пустые трибуны. Если честно, я очень довольна, потому что это первый старт, то есть он, во-первых, очень ранний. В этом году сезон летний начинается очень рано и очень длинный. И для первого старта, я думаю, что я прибежала очень хорошо, честно, я сама не ожидала. Конечно же, выступление за свой институт – это большая честь. Каждый спортсмен отдает свое предпочтение институту и, соответственно, защищает честь института. Не хватает болельщиков именно, чтобы прям кричали нам, поддерживали нас, потому что, как видите, они все там, и то их очень мало – 2-3 человека. А так, в целом, в принципе, атмосфера. То есть мы у себя внутри свой мир формируем, мы сами для себя, у нас есть то, что чувство, не знаю, того, что мы выступаем за институт именно, вот это вот, именно гордость. Как и ожидалось, академики навязали нашей команде нешуточную борьбу во многих видах. И где-то даже преуспели. Например, в мужском финале на 100-метровке. Но надо отметить, что в сборной КФУ из-за травм нет ряда лидеров. И в их отсутствие свой шанс получили начинающие атлеты. Так пожелаем же им высоких результатов. Александр Александров, Ленар Довлетяров, Универньюз.